Радумская кадетская школа-интернат готова распахнуть свои двери 100 учащимся, но в этом году примут 60 человек. Набираются дети с 5 по 7 класс, проживают, проживать они будут в кадетском корпусе в условиях интерната, то есть проживание 5 дней в неделю, круглосуточно, на субботу-воскресенье дети, соответственно, будут отправляться домой. В новом учебном заведении будет не только учебный корпус, но и большая столовая, актовый зал, зона отдыха, спальные комнаты. Желающие поступить в кадетскую школу-интернат должны пройти специальную психологическую диагностику и медкомиссию. Также будут учитываться успеваемость в предыдущей школе. Помимо детей из полноценных семей, тут будут обучаться дети-сироты, дети без попечения родителей и дети сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при защите Родины. Детям будет уделяться большое внимание и по патриотическому воспитанию, и по военной подготовке. Будут учитываться все необходимые для поступления в военный вуз знания даваться им, будут уделяться очень большое внимание информационным технологиям. На спецпредметы будут приглашаться преподаватели с университетом, в том числе есть договоренность с преподавателями из МИЭТа по информационным технологиям. Есть договоренности с МГУКи. Помимо обычных занятий в кадетской школе-интернате будут работать курсы делового этикета, различные спортивные кружки и даже студия бальных танцев. По окончании учащийся получит аттестат о среднем образовании и диплом кадета. В Слышногорском комитете по народному образованию отмечают, выпускники будут иметь привилегии при поступлении в военные вузы и академии. Аразумская школа готова принять на обучение ребят не только из нашего района, но и других уголков Подмосковья. Желающие могут обращаться по телефону 8 925 267 46 23. К Владимиру Валерьевичу Красину. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорская телевидение, информационная программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова